Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос, верно ли, что Бог не посылает человека испытания, которые ему не по силам? Действительно, апостол Павел в первом послании Коринфянам говорит, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Но мы же молимся Господу в молитве Отче нашей, не веди нас в искушение. Почему? Если Господь посылает только те искушения, которые мы можем преодолеть. О чем здесь речь? Что это за просьба? Это как раз просьба о том, что Господь не послал промысловым словам, не попустил нам искушение, которое превышает наши силы. Бывают обстоятельства, как говорят святые отцы, когда Господь посылает такие искушения. Но вот посылает искушение не очень хорошее слово, попускает точнее. Когда? Когда человек горд. Вот если человек горд, уверен в себе, что он праведник, тогда Господу это отвратительно и ненавистно. Господь покидает человека, и человек падает в искушение. И вот когда он смирится, он снова приближается к Богу. Потому что человек, даже исполняющий все заповеди, уставы, как ему кажется, но гордящийся с тобой, с тобой бесконечно далек от Бога. Сатана вообще не спит, вообще не ест. У него нет тела. Он телесно не грешит никак. Но это самая крайняя точка в творении от Бога. Это душа сатаны. Человек гордый, который может быть и не грешит, видимо, но упоен собой, такой человек подобен сатане. И для его спасения Господь попускает ему впасть в грех. Обратите внимание, оба первоверховных апостола, они несли в себе все годы своей апостольской проповеди память о своем согрешении. Апостол Петр всегда нес в себе память о том, что он трижды отрекся от Христа. Почему именно ему Господь попустил это? И почему об этом написано в Евангелиях? Потому что апостол Петр должен был возглавить апостольскую общину. Он не мог быть гордым. Он должен был тем человеком, который принимает людей в Царствие Божие. Господь ему говорит, тебе дам ключи от Царства Божьего. Не может человек, который не падал и не вставал, правильно судить о том, кто упал. Не может. Апостол Павел всю жизнь называл себя извергом. То есть буквально изверг по-славянски это выкидыш по-росски. Буквально вот такой... Я мне как некому извергу открылся Господь, он говорит. Он помнил о том, как он гнал христиан. И Господь это попустил по этой же самой причине. Поэтому бывают такие эпизоды в жизни человека, когда человек слишком горд, Бог отступает от него, человек падает в какой-то грех, и всю жизнь он несет в себе память об этом грехе и уже никогда не может возноситься. Я был свидетелем, когда я учился в семинарии, году в 90-м. Я попал в келью к одному из лаврских монашествующих Великим Постом. И с удивлением увидел на столе молочные шоколадные конфеты. Я был очень удивлен. Я спросил, как же так? Он говорит, ты понимаешь, брат, вот мы каждый в середине Поста съедаем по одной конфете. Нарочно. Хотя мы могли бы без нее обойтись. Почему? А чтобы в конце Поста помысел не говорил мне, что я собрел все полностью в еде. Чтобы этой возможности у меня не было. Вот человек сам себя таким образом смирял. И если мы чувствуем, что искушение превышает наши силы, то надо искать, где мы возгордились. Субтитры создавал DimaTorzok